Музыка Приглашаю вас посетить семейное хозяйство недалеко от Флоренции. Посмотрите, какие великолепные пейзажи, какие прекрасные места. Здесь вы проведете замечательно ваш отдых и ваше время. Музыка Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале Авиамания. И сегодня наш гид Ирина, лучший гид по Тоскании и Флоренции, удивила нас особенно. Сейчас смеркается, и мы приехали в какое-то удивительное место, о котором практически ничего не знаем. Ирина, куда вы нас привезли? Это винодельня! Это не только винодельня, это и винодельня, и место, где все очень вкусно, где очень все красиво, уютно и комфортно. Сдается мне, что мы здесь останемся переночевать. Да, все-таки смеркается, луна уже на небе, скоро звезды выйдут, и ехать к себе домой не хочется, поэтому мы останемся в этом замечательном отеле. А это отель? Это не отель, это маленький семейный агротуризм. Это круче отеля! Круче отеля! А это Марка. Сейчас он нас проведет в ваши апартаменты. Марка, здравствуйте! Хеллоу! Чао! Чао! Гонос эра! Где мы сегодня будем останавливаться? Интро! Туда! Идем! Смотрите, ребят! Раз, два, три, четыре, пять! Пять мест, я так понимаю, пять... А вот и нет! Нет! А как нет? Это все ваше! Это все наши? Да! Приглашаю вас посмотреть на апартаменты, в которых мы остановимся на эту ночь. Пять мест, я так понимаю, что мы остановимся на эту ночь. Это роскошный охотничий дом или даже дворец в кантри-стиле с дубовой мебелью, такими чугунными люстрами. У нас, кстати, дровяная печь, ребят. Да-да-да, и ты пойдешь за дровами в лес. За дровами ходить никуда не нужно, вон они лежат. Я все вижу. Смысл всего этого следующий. Мы останавливаемся в этом агрокомплексе на ночь, просыпаемся рано утром, показываем вам все, чем славится данное хозяйство. А оно славится не только винами, но еще и знаменитыми тосканскими деликатесами. Проснуться рано, вдыхая свежий воздух в тосканские гор, конечно же, не получилось. Но все-таки новый день настал. Мы с вами находимся в хозяйстве, в семейном хозяйстве недалеко от Флоренции, в зоне Кьянти Классико, где производят знаменитые вина с черным петушком. Вот их знаменитая эмблема, но не только вино. Кроме вина, здесь разводят свинку Чинту Сенезе. Это черная тосканская свинка с белым пояском на спине. Те, кто разводят данной породы свинку, она у них свободно проживает в лесу. Поэтому мясо Чинту Сенезе очень похоже на мясо дикого кабанчика. И ветчина и колбаски более ароматные и намного вкуснее. Вот они, эти изделия. Это и есть изделия из Чинты Сенезе. А еще данное хозяйство разводит африканского ягненка. Но ягненку мы можем попробовать только во время обеда, потому что из данного мяса готовят только обычные блюда. КОНЕЦ Мы с вами начинаем нашу дегустацию. Первое вино, самое простое вино. Называется, но странно, 69 минут в переводе. Владелец решил, что это вино действительно очень хорошо подходит не только для обеда и ужина, но и для хорошего сна. Когда вы сопровождаете обед или ужин данным вином, очень хорошо отдыхается. И не только один часок, но даже больше. Поэтому 69. Вино действительно очень ароматное, очень легкое, очень простое. Стоит очень-очень дешево, честное слово. Но доставляет невероятное удовольствие. Пробуем. Да, такое приятное, легкое. Легкое, да, легкое, приятное вино. А сейчас приглашаю вас отведать изделия из Чинтесенезе. Их едят руками. Только в таком случае эти изделия, они еще больше проявляют свой вкус, свои ароматы. Никогда не едят столовыми приборами. Только руками. Тосканский хлеб и колбаски, и ветчина. Начинаем. Начинаем. Пожалуйста. Надо сначала все понюхать. Да. Это обязательно. Все равно с каким вином какое изделие пробовать? Все равно. Все равно. Все равно. Потому что это типичная тосканская закуска. И любое вино подойдет к такому типу закуски. Важно, чтобы это было красное вино, а не белое. Очень вкусно. А вы попробуйте вот эту часть, где жирная прослойка. Все изделия из Чинтесенезе, даже если вы используете жирную ее части, не содержат вредного холестерина. Даже так? Потому что свинка, она питается натуральной едой. Она в лесу ест то, что находит. Это желуди, это травка, это подземный гриб-трюфель. Свинка-гурман. Свинка-гурман. Ну у нас бы я не рискнула есть изделие с таким количеством жира. А здесь это самая вкусная часть. Она тает во рту. Вот я и хотела сказать, что это не жир, она прямо растворяется. Растворяется. Да. И сало из Чинтесенезе, оно тоже очень вкусное. Оно прям тает во рту. Все думают, что в Италии сало не едят. А именно в Тоскане есть такой маленький городок-поселок Колоната. И лардо из этой деревни, этого городка, самое лучшее сало в Италии. Это статус качества. И вот, кстати, здесь практически рушится стереотип о жирной свинине. Потому что вот это мясо назвать жирным, прям не поворачивается язык. Друзья, и самое главное, это вино стоит всего лишь 6 евро. Так что приезжайте на эту винодельню, точно не пожалеете. Пробуем. Легкое. Легкое. Виноград виноград. Простое. Да, но это вино, где самые-самые молодые виноградники задействованы. Самые молодые лозы. Что я еще рекомендую? Вот мы стараемся, снимаем для вас видео целый день. Я уже, можно сказать, весь этот целый день не ел. И когда хочется кушать, это вино и эта закуска, она втройне вкуснее. Поэтому сюда я вам рекомендую приезжать голодным. Друзья, мы приступаем к дегустации второго вина, который нам уже налили. Что это за вино, Ирина? А это и есть то самое знаменитое топовое вино Тосканы. Вино Кьянти Классико с черным петушком на красном фоне. Это эмблема данных вин. Черный флорентийский петушок, который пропел задолго до рассвета. И благодаря которому флорентийский садник достиг границ Кьянти. Ближе к Сиене встретились там, два всадника Сиенский-Сориентийский. И там до сих пор проходят границы данной винной зоны. Кьянти Классико, в основе которого Сан-Джовезе 100% сорт винограда, характерный для зоны Кьянти и Кьянти Классико. Это вино уже будет более сложным. Это вино будет уже более элитным. И вино, которое проявляет свои нотки аристократические, элегантные, более насыщенные. У меня уже слюни потекли от разговора Ирины. Прям вообще она же. Слушайте, вам нужно вино продавать. Да. Я прям очень захотела попробовать с вашего рассказа. 100% виноград, нотки там туда-сюда. Пробуем. Глубокий вкус, глубокий вкус, глубокий тонкий вкус. Совсем другие нотки. Абсолютно. Потому что здесь у нас лозы постарше, а там у нас лозы помоложе. Понятно. Вот это приятно. И вот уже от возраста до лоз меняется и вкус, и нотки, ароматы, букеты вин. Нету крепости, оно легкое, но глубокое. Глубокое, да. Я прям в вине разбираться стал после этой экскурсии. Ребят, кто не разбирался в вине и хочет этот пробел у себя устранить, обращайтесь. Заказывайте самого лучшего гида. И этого пробела у вас не будет. А я напомню, что у нас все получится, да, против всяких этапов. Искренне вам говорю, самые лучшие экскурсии по дегустации вин, по дегустации вот этих вот шамонов, или как это называется. Каких шамонов? Шаманов. Шаманов. Ну, очень, очень вкусные экскурсии. Очень вкусные экскурсии. А я хотела добавить. Здесь у нас есть несколько типов изделий мясных. И первое, которое потемнее, это брезаула из чинты сенезы. Самая темная часть, филейная часть. Так. Свинки. Рядом это сопрасата. Сопрасата в переводе зельцы. А рядом это ветчина. Ветчина. Потом идет шейная часть. Вот это потемнее и посветлее. Они из разных частей. Это уже шейная часть, которая ближе к верхней части. Вот это очень вкусная. Да, и шейная часть. Очень вкусная. Это филе. Это ножка. Даже не филе, а именно та ножка, из которой и делают знаменитую ветчину. Но самая ценная, это шейная часть. Самая ценная шейная часть. Вот она у вас слева. Да. Мне кажется, сейчас мой супруг съест вообще все деликатесы. Да, под шумок так. Под вкусные рассказы. Да, вот это, вот это, вот это. Нам, похоже, ничего не останется, да? Они настолько хорошо, да, знают, какая часть, для какого изделия хорошо подходит. И благодаря этому они и производят абсолютно разных типов изделия мясные, колбасные. И они абсолютно разные на вкус. Подобирать у него этот подносик. А здесь что-то, а он сидит и хочет ездить. Кстати, здесь можно жить. Это вы узнали в начале видео. Да, здесь можно жить. Аклатурин. У него есть апартаменты маленькие для тех, кто любит именно такого типа отдых. Но добираться сюда нужно на автомобиле, да? Это важно давать. Да. Хотя есть и автобус, который идет из Флоренции. Маленький городок Кезаново. Алина украла у нас тарелку со свининой. Правильно сделала. У меня в руках и нос с очень интересным названием. Называется оно «Для меня и для моих друзей». Почему? Потому что Карло, он имеет друзей во многих странах мира. И вот те, с кем он общается на их языках, знают хотя бы несколько фраз, он разместил эти слова на этикетке данной бутылки. «Для меня и для моих друзей». Обещал, что совсем скоро появится надпись и на русском языке. Потому что с тех пор, когда я стала приезжать с моими гостями в хозяйство Карла, у него появилось очень много друзей из России. Поэтому ждем. В следующую этикетку там точно будет надпись «Для меня и для моих друзей на русском языке». Ирина, а почему здесь нет петушка? А, потому что это вино, это не к Янти Классику. Здесь он разделил, как и свою дружбу с друзьями, сорта винограда в основе 50 на 50. 50 Мерло, 50 Сан-Джевезе, местный сорт винограда. Поэтому петушка не может быть. Должно быть Сан-Джевезе в таком вине к Янти Классику не менее 80%. А здесь его только 50. Пробуем. Пробуем. Какой интересный вкус. Очень похоже на такие разноплановые французские вина. Потому что сочетаются такие совершенно разные вкусы. Молодец, Алина. Потому что супер тосканские вина, а это и есть именно то вино статуса IGT, это вкусы французских интернациональных вин. Узнаю. Узнала. Ну ты профи. Алина просто французские вина любит. И тут почувствовала то, что она любит. А теперь я люблю еще итальянские вины. Ирина, расскажите, мне кажется, что это граппа, судя по бутылкам, но почему-то она не только белая, но еще и желтая. Это не очищенная или почему она разных цветов? Это граппа. Как я вернула, граппа бывает разной. Бывает обычная, а бывает резерва. То есть беленькая это та, которая никогда не попадает в дубовую бочку. А если вы покупаете граппу желтенького золотистого цвета, это значит, что это граппа статуса резерва, которая обязательно тоже побывала в дубовой бочке. Прошла в ней выдержку. А вот что интересно, по стоимости они отличаются совсем незначительно. Это стоит 17 евро, а резерва 18 евро. Вот такой нюанс. Друзья, эта серия была бы неполноценной. Если бы мы не пошли искать ту самую свинку. Да, которая лежала вот на том подносе. Алина сказала, нифига хочу найти свинью. Я спросила, где ее искать? А говорит, она в лесу пасется. И мы сейчас идем вот в тот лес, чтобы найти Алине свинью. Она говорит, ну что, мне из интернета что ли фотографию вытаскивать? Поэтому я надеюсь, у нас все получится. Смотрите, вот в том лесу живут эти самые свинки. А ловят их следующим образом. 7 утра они все здесь собираются в ожидании кормления. Им насыпают здесь мюсли, перебитые зернышки. Они заходят в эти клетки и завтракают. Если нужно отловить, дергается шнурочек и сзади закрывается дверочка. И все, ей выхода назад нет. Ага, выход только на поднос. Я понял. Добро пожаловать на колбасу. Ха-ха-ха. Все, Алина, свинью мы не нашли, но зато поняли, как их ловят. Ребята, Алина не теряет надежд увидеть какую-нибудь поросюху в лесу. Ой-ой. Чтобы ее снять. Я сразу вспомнил стих. Марья Ивановна, наш отряд, хочет видеть поросят и потрогать спинки, нет ли щетинки. Алина очень хочет потрогать этих самых поросят. Но, боюсь, сегодня у нас этого не получится. Потому что поросят нет. Мы уже и хрюкаем. И мяукаем. И зазываем, как только можем. Но они не ведутся. Они знают своего хозяина, который каждое утро их кормит. А может быть, это и к лучшему? Потому что мне было бы сейчас грустно сначала есть свинку, а потом трогать свинку. Поэтому, может быть, это и правильно, что мы сейчас не видим их. Смотрите, это электрошок или в простонародье электропастух. По косточкам бьет. Чуть-чуть бьет. А для свинки этого достаточно, чтобы она сюда за эту ограду не залезала. Смотрите, вся земля просто перепахана. И здесь, я уверен, по утрам, когда кормят, очень много. А вот сейчас, к сожалению, ни одной свинки нету. Вот с этой белой полосой. Ну что, Алина, сегодня не наш день, а? Я же уже сказала, что, к счастью, наверное, мы не увидели свинку, потому что эта серия бы закончилась слезами. Я ее съела. Друзья, нам так понравилась эта экскурсия, эта дегустация. Я бы даже назвала это каким-то мини-путешествием по хозяйствам Тосканы, которое нам организовала Ирина. С ночевкой, с дегустацией, с поиском свинки. Это было очень увлекательное путешествие, а сейчас, на фоне виноградников этого хозяйства, очень хочется поблагодарить Ирину за такую замечательную прогулку. Спасибо, Ирина, мы довольны. Мне очень-очень приятно. Давно мы так не отдыхали. Хочу напомнить вам, что в описании будут контакты Ирины, которые организуют для вас такое же сумасшедшее путешествие. Ваше путешествие заиграет новыми красками, потому что это невероятные эмоции. Спасибо большое. Спасибо вам за компанию хорошую. Ну, сами вы точно такое место не найдете. Не-не-не, даже не пытайтесь искать. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, потому что впереди много интересных трипов, много интересных встреч. Еще раз хочу поблагодарить Ирину и надеюсь, что мы обязательно встретимся снова для того, чтобы снять интересные видео. Обязательно. Здесь только много интересных мест. Просто словами не передать. Ладно, ребят, надо прощаться. Увидимся в следующих видео. До новых встреч. Пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!